Тем временем в Великовисочном разгорается скандал вокруг жилья, выделенного малоимущим семьям. Оказалось, что квартиры, куда не так давно местные власти поселили людей, находятся в состоянии, которое иначе как аварийным не назовешь. Делом уже заинтересовалась государственная инспекция жилищного надзора. Выяснилось, что обслуживать двухэтажку попросту некому. Подрядчик, который строил дом, устранять нарушения не спешит, а их более 13. И все грубейшие. Обладатели новеньких квартир все вопросы хотят решить до наступления холодов, когда жить в опасном доме станет еще труднее. Олег Хатанзейский оценил качество работы строителей. У нас, конечно, полнейшее безобразие здесь. Не успели счастливые квартиранты толком обжиться, как новенькая двухэтажка спустя всего два месяца после сдачи стала разваливаться. Буквально на глазах. Дома, конечно, холодно. У нас очень много тут и потолки обваливаются, и полы холодные у нас, и вода у нас. Тут вытекает с унитазов. Проблемы есть в каждой квартире. Кроме кошмарного холода, и это только лето, огромных щелей в стенах и трещинах на потолках в жутком состоянии находится сантехника. По мнению новоселов, строители закупили материалы по принципу, что подешевле. Таким образом, подрядчик решил сэкономить. Причем в документах об изменениях ни слова. А вот куда делась разница, ответ говорят люди очевиден. Ведь на возведение дома компания «Стройинвест» во главе господина Воробьева получила 30 миллионов рублей. Жить, а точнее выживать в таких условиях, доведенный до отчаяния Сергей Бараков, не намерен. Он бы рад переехать до некуда. До этой квартиры мужчина и его семья ждали не один год, но долгожданное новоселье превратилось в грустный праздник. Принимали квартиры, квартиры за*** были. Ой, извините. Ну, гадость была. Засренно было, все унитазы, тут матрасы. Когда дома сдают, по идее, в городе, с мур работал, мы квартиру сдавали. Там мастер велел нам квартиру, штукатуру убирали, окна мылись, полы, стены все вымывали, все везде. А мы тут квартиры зашли, в эти квартиры, тут грязь, матрасы, курки, там все матрасы, стеклопакеты, грязь. За окнами картина куда печальнее. Вокруг дома огромная свалка из строительного мусора. Однако навести порядок во дворе подрядчик тоже не торопится. Хотя строительная компания обещала это сделать, как и провести ремонт в доме еще в начале лета с открытием речной навигации. А по идее вы ведь обещали раньше времени, а с открытием навигации мне говорила глава. Вы гарантийное письмо посмотрите, что глава там кто-то путает. А по гарантии? По гарантии до конца этого самого навигационного сезона. В итоге, по словам гендиректора «Строинвест», все работы начнутся только в середине августа. Подрядчик пообещал, в ВИСКу направят судно с необходимыми материалами и бригадой строителей. А вот исполняющий обязанности главы сельсовета господину Воробьеву, мягко говоря, теперь уже не доверяет. А то, что на словах было с началом навигации, это бесполезно, да? Значит, факт-то в том, что все-таки Воробьев обещал вам еще с начала открытия навигации приехать. Да, как только снег сойдет, мы приедем и все сделаем. А полтора месяца назад он попросил, чтобы мы открыли на чердаке окошки, потому что через неделю приедет Ибрагим, это его вот сотрудник, и будут все делать. Но слова в дело так и не превратились. Тем временем в интернете появилась любопытная статья. В начале этого года Госстроежилнадзор уже проводил проверку в доме, который буквально трещит по швам. Тогда со стороны подрядчика специалисты насчитали 13 нарушений. Все являются грубейшими. Вот только одно из них. Древесина, применяемая для устройства кровли, имеет многочисленные пороки. Биологические повреждения, грибные окраски, плесень и так далее. Что может свидетельствовать о том, что применяемые материалы не соответствуют проектному, что является отступлением от требований проектной документации. А несколько недель назад в специальной комиссии выявлен ряд новых нарушений. Уже в квартирах у многих семей в комнатах просили полы. Но главное – это жуткий холод. Сейчас в помещениях не больше 10 тепла, и это с работающими радиаторами. Местные власти от подрядчика твердо намерены добиться хоть каких-либо действий. Главное, говорят новоселы, чтобы весь этот кошмар закончился до наступления холодов. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Андрей Котов, Телеканал «Север», Великовисочная.